Друзья, всем привет! С вами я, Эд Скрайбер, и сегодня у нас обзор линейки компании Nokia. Одной из самых популярнейших компаний в прошлом. Да, у каждого, наверное, было Nokia 3310, и сегодня мы тоже о ней поговорим. Действительно, если у тебя не было Nokia, ты не был самым крутым пацанчиком на районе. Так вот, финская компания Nokia до 2011 года занимала крупнейшую долю на мировом рынке мобильных телефонов. А в 2012 году уступила это место Самсунгу, который по сей день занимает первое место. Ключевая ошибка Nokia была в том, что они поставили на операционную систему Windows Phone, которая вчистую просто проиграла Андроиду, и по сей день она является просто недосистемой. Так вот, в декабре 2016 года они решили возродиться, и уже в 2017 году выпустили целую гряду телефонов. До сих пор они это делают. 2018 год продолжается, и сегодня мы как раз поговорим о линейках телефонов компании Nokia. И, конечно, мы рассмотрим вопрос, какая Nokia самая лучшая. Первая линейка, я ее обозначу как кнопочные телефоны. В 2017 году вышла Nokia 3310, обновленная, но, тем не менее, это тоже интересный телефон. Также выпустили 8110, есть телефоны 210, 106, 105 классик. То есть в классическом корпусе вы до сих пор можете купить где-то за полтора рубля и радоваться тому, что было раньше. Так вот, Nokia 3310. Давайте пробежимся по характеристикам. Здесь 16 мегабайт. Не гигабайт, не путайте, друзья, а именно мегабайт. Да, все как по стариночке. Плюс можно установить карту microSD до 32 гигабайт. Экран 2,4 дюйма, батарея на 1200 мАч. Ну, кажется, просто малыш вообще какая-то батарея. Но, учитывая, что здесь совсем малюсенький экран, не энергозатратная операционная система, поэтому этого телефона в режиме ожидания хватит на 25 дней, а в режиме разговора на 22 часа. Камера здесь основная на 2 мегапикселя, плюс вспышка. Также присутствует FM-радио, microUSB и этот телефон стоит в районе 3500 рублей. Вот такая официальная цена этого телефона. Конечно, самая главная плюшка этого телефона – его дизайн. То есть, это ретроспектива к тому, с чего мы все начинали, да, через что многие прошли. И, конечно, многие купили этот телефон, многие съездили, посмотрели на этот телефон. Даже просто в магазине было интересно глянуть, как он выглядит. Компания Nokia сделала очень правильную вещь. На различных выставках они в первую очередь пиарили 3310, потому что, ну, действительно, это было возвращение. Многим было интересно, обзорщикам было интересно. Они даже бесплатно просто рассказывали об этом телефоне. И сейчас как раз мы перейдем к бюджетной линейке этих телефонов. А пока мы продолжаем, не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайк просто этому видео. Делитесь этим видео в соцсетях, в мессенджерах, где хотите, друзья. Все это поддержит этот канал. Пишите любой комментарий. Всем хорошего настроения. А мы продолжаем. Здесь телефоны Nokia 1, Nokia 1+, Nokia 2, Nokia 2.1, Nokia 3.1. Ну, в общем, много разных телефонов. Заканчиваем мы 5.1+. На какой телефон обратить внимание? Сейчас вы видите некоторые телефоны, как они выглядят. Потому что телефонов много. Все они, в принципе, похожи друг на друга. Но отметим, что у компании Nokia есть свой дизайн. И этот дизайн прослеживается от бюджетных телефонов до флагманских. Это реально круто, за это большой респект. Давайте обратим внимание на Nokia 5.1+. Здесь экран 5,8 дюймов, IPS. И это HD плюс разрешение. Это не Full HD. Соотношение экрана 19,9. И точек на дюйм 287. Сверху монобровь, которая многим не нравится. Что здесь по железу? Процессоры от тайваньской компании Mediatek Helio P60. Видеоскоритель Mali-G72. И версии есть на 2,16 и 3,32. В плане железа, понятно, здесь делать особо нечего. По габаритам 70,7 ширина, 151,1 высота. То есть не совсем такой большой телефон для 2019 года. Камера основная на 13 Мп, f2.0. И фронтальная камера на 8 Мп, f2.2. Батарея 3060 мАч. Самый большой минус этого телефона, что здесь нет NFC. В прошлых версиях компания Nokia всегда устанавливала NFC даже в бюджетные телефоны. Здесь ее почему-то нет. Хотя в Nokia 3.1 NFC присутствует. А этот телефон уступает ему по всем характеристикам. Но еще один плюс этого телефона. Этот телефон входит в программу Android One. Значит он будет иметь поддержку от Google. И это очень здорово. Если этот телефон найти в районе 8000 рублей, то это будет неплохая себе звонилочка. Следующая линейка начинается от Nokia 6. Nokia 6.1, Nokia 7.1, Nokia 7+. А хочется отметить, что оптика у телефонов компании Nokia от Carl Zeiss. А Carl Zeiss это лидеры в производстве линз. В производстве оптики она одна из самых крутейших вообще в мире. Так вот, здесь я хотел обратить ваше внимание на телефон Nokia 7+. Экран здесь 6 дюймов. Это IPS-матрица Full HD+. Уже разрешение. Камень здесь 660 Snapdragon. Видеоускоритель Adreno 512. И версия на 4.64. В Antutu убивает около 141 тысячи баллов. Железо вам это очень хорошо знакомо. Как в Redmi Note 7. Как в многих других популярных телефонах. Очень хороший камень. На данный момент справляется со всеми задачами вообще без проблем. Можно поиграть в игры. Габариты этого телефона 75,6 на 158,4. Средние габариты для 2019 года. Батарея на 3800 мАч. И это круто. Это хорошая, отличная и большая батарея для этого телефона. Основная камера на 12 Мп. Sony IMX362. NFC, друзья, присутствует. USB-C есть. MiniJack присутствует. Смотрите. В плане характеристик здесь просто полнейший набор. И этот телефон на Алиэкспрессе можно взять где-то за 14 тысяч рублей. Плюс-минус эта цена прыгает. Друзья, не забывайте про телеграм-канал. Кстати, все ссылочки на эти телефоны, на другие телефоны, на телефоны со скидками находятся на телеграм-канале. Телеграм-канал в описании. Проходите, подписывайтесь и не пропускайте большие скидки. Там, кстати, есть скидки на Xiaomi, на Meizu, на многие другие популярные телефоны, купоны и все, что вы, друзья, любите. Поэтому не забывайте об этом. Также Nokia 7 Plus входит в программу Android One. И, друзья, забегая вперед, я скажу, что это, наверное, самая лучшая Nokia на сегодня. Отвечая на вопрос, который поставлен в заголовке. По всем характеристикам, по внешнему виду. Конечно, здесь не безрамочный экран, как принято в 2019 году. Но кого-то раздражает челка, кого-то раздражает капелька. Ну, в принципе, такое себе, друзья. Но можно отметить, что у Nokia есть свой дизайн. Узнаваемый, интересный, да, такой. Меня всегда привлекала компания Nokia именно за счет своего дизайна. Потому что действительно выдающийся, как-то красивый, интересный и в своей стилистике. Это очень здорово. Следующая линейка начинается с Nokia 8. Nokia 8. Также вышла Nokia 8 Sirocco. Более премиальный телефон и более современный телефон Nokia 8.1. Nokia 8.1 на 710 Snapdragon. Также здесь Android 9 Pie. Телефон стоит в районе 30 тысяч рублей у официальных дилеров. Ну, а так можно найти где-то за 22 тысячи рублей. В принципе, неплохой себе телефон. Но на 710 Dragon, наверное, уже не актуально за эти деньги. Хотя телефон новый, интересный. Но у компании Nokia на данный момент исторически так складывается, что ценники завышены. Наверное, это самая большая проблема этой компании. Если они будут понижать свои ценники, то я думаю, что и продажи будут повышаться. Той былой славы, той былой популярности, которая у них была в 2000-х, в начале 2000-х годов, уже нет. И поэтому действительно самое привлекательное, что может сделать Nokia, это понизить ценник. И это будет просто отлично. Я хотел бы обратить ваше внимание на телефон Nokia 8. Это прошлогодний флагман этой компании. Экран здесь 5,3 дюйма в Quad HD разрешении. 554 ppi. Просто-просто сумасшедший экран с самым сумасшедшим разрешением. И это, представляете, друзья, IPS-матрица. Это не AMOLED. Камень здесь 835 Snapdragon. Видеоускоритель Adreno 540. Версия на 4,64. В Antutu убивает приблизительно 207 тысяч баллов. Габариты этого телефона 73,7 на 151,5. То есть это не совсем большой телефон. Основная камера на 13 мегапикселей, f2.0. Carl Zeiss оптика. Батарея на 3090 мАч, не такая большая. USB Type-C присутствует. NFC есть. И миниджек тоже есть. На Алиэкспрессе телефон можно найти где-то в районе 16 тысяч рублей. Тоже можете посмотреть ссылки в Telegram канале. Ну, у официалов этот телефон будет, конечно, гораздо-гораздо дороже стоит. Ну и последняя линейка. Я выделил телефон в отдельную линейку Nokia 9 PureView. Это телефон, который узнает каждый человек с полувзгляда. Почему? Потому что здесь просто нереально какое-то сумасшедшее количество камер. И смотрится, друзья, это просто, ну, нелепо это смотрится. Это не очень красиво. То чувство, когда компания Nokia решила просто пойти на какой-то отчаянный шаг. То есть привлечь себе внимание людей, да, вот за счет вот такого интересного форм-фактора. Конечно, для обзорщиков это круто, да, то есть людям уже как бы поднадоели Xiaomi, поднадоели Meizu. А тут вот там несколько камер, что-то такое интересное для обзора. Это реально очень круто. Но для продаж это не продажный вариант. По сути, это такой концепт-телефон, который показывает, на что способен дизайн 2019-го, может быть, и 2020-го годов. Ну и самое ужасное в этом телефоне. Все характеристики в нем хороши. В принципе, для флагмана 2018-го года он подходит. Но самое ужасное в этом телефоне, все модули, которые туда установлены, не дают никакого прироста в качестве фотографий. А это, по сути, самая фишка должна была быть этого телефона. То есть, как и в некоторых китайских телефонах. Стоит две или три камеры, одна из них не работает. То есть, работают только другие. По сути, да, эти камеры работают, но никакого прироста в алгоритмах, в чем-то другом они не дают. И, по сути, за 50 тысяч рублей мы получаем только интересный фору-фактор, хорошие характеристики и камеры, ну, такие себе обычные. Конечно, для Nokia это вообще не вариант. И, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого телефона. Вот такой обзор получился линей компании Nokia. Друзья, всем хорошего настроения. Если есть желание, чтобы я рассмотрел еще какие-то другие линейки телефонов, чтобы в них можно было хорошенечко разобраться, то обязательно пишите об этом в комментариях. Всем хорошего настроения. С вами был я, Ed Scrabber.